Вы можете, пожалуйста, объяснить для начала о том, что для вас самое важное в правозащите и быть правозащитником? — Ну, у нас быть правозащитником в постсоветских странах и в Беларуси, в частности, это не так просто. Ты всегда сталкиваешься с большими трудностями, трудностями, вызванными, наверное, вот этой постсоветской эпохой, в которой мы живем последние 25 лет, уже больше. — И мы сталкиваемся с многими проблемами, которые касаются прав человека, потому что в свое время в Советском Союзе такого понимания даже не было. — Всеобщую декларацию прав человека, которую мы сейчас будем отмечать в 70 лет, впервые в Беларуси напечатали только в конце 80-х лет, вот когда началась перестройка. Тогда практически люди смогли с ней ознакомиться. Перед этим это был запрещенный документ, который сажали в тюрьму. Мой знакомый, это известный диссидент Михаил Кукабака, он был посажен в тюрьму за то, что он от руки переписывал всеобщую декларацию, раздавал своим соседям по общежитию. — И мы просто вынуждены это делать, потому что мы хотим быть частью цивилизованного общества, мы понимаем, что общество требует реформации, требует большой работы по пониманию каких-то гуманитарных вещей. И поэтому начав этим заниматься, такой демократической, общедемократической работой практически уже более 30 лет назад, когда я еще был студентом, я продолжаю это делать, потому что транзитный период, период изменений в Беларуси, он менее виден, потому что власть последние 25 лет уже не меняется. Но тем не менее эти изменения идут поколенческие, рождаются молодые люди, которые требуют новых знаний, которые думают по-другому, начинают думать по-другому, они задают вопросы, на которые мы тоже стараемся ответить, не только власть, которая имеет свой интерес. И эти же изменения происходят в других постсоветских странах, этот процесс идет по-разному, но тем не менее он идет, и он требует просто нашего участия. Если не принимать в этом участие, я считаю, это такое личное поражение как бы было. Поэтому вот несмотря на то, что вроде бы эти изменения затянулись, они продолжаются, начиная с конца 80-х лет, и в каких-то странах это происходит очень болезненно, где-то происходят военные конфликты, где-то межнациональные конфликты, где-то восторжествовали такие авторитарные режимы, и пока что не собираются уходить. Но тем не менее мы как бы с высоты своего опыта, я вижу, что процесс идет, и пока что еще рано слаживать руки там и отдыхать. Сегодня памятный день в Беларуси. 30 лет назад у нас прошла массовая акция, на которую пришли более 10 тысяч людей, тысячи, тысячи людей. Это еще был Советский Союз, 1988 год. И это была акция, мирная такая демонстрация, которая была разогнана милицией. И этот разгон вызвал большую волну возмущения и протеста у людей, и создание народного демократического движения в Беларуси, с чего началась вот эта явная борьба, скажем так, за демократию права человека. И 30 лет назад я первый раз был арестован, получил штраф административный. Но могло дело кончиться хуже, но тем не менее кончилось так. Так что у меня такой определенный юбилей сегодня. 30 лет борьбы, конца еще не видно. Памятный день проведения массовой акции, первой массовой акции в Беларуси, еще во время Советского Союза это происходило. Тысячи человек вышли на мирную демонстрацию, они были разогнаны милицией. Получается, со временем вы изменяли или меняли ли стратегии вашей работы в защите прав человека? Ну да, я сам изменялся в этом процессе, потому что сначала участвовал в подпольном студенческом национально-демократическом движении, потом участвовал в политической жизни, пока это было возможно. И как бы с годами понял, что борьба за права человека требует все-таки большего посвящения, и последние 20 лет я занимаюсь этим. И в это время, когда я работаю в правозащитной организации, она создана была в 96-м году, наш центр, в это время также происходили трансформации, и в нашей организации, в моем мировоззрении, как бы пришло понимание, то, что права человека не являются только проблемой для белорусского общества, а эта проблема значительно шире. Это проблема нашего постсоветского общества, тех стран, которые долгое время были в Советском Союзе, в этом тоталитарном режиме. Ну и, как оказывается, эти же проблемы, они универсальны, они также распространяются на другие страны во всем мире. И мы, когда встречаемся на таких вот форумах, мы находим довольно просто общий язык с правозащитниками с других континентов, с других точек мира, потому что мы говорим, во-первых, на одном языке, мы понимаем, про что мы говорим, и, во-вторых, мы говорим примерно о тех же проблемах, которые есть в той или иной степени в наших странах. Есть общие проблемы, как достучаться до людей, потому что мы не только отбиваемся от власти, но наша задача, чтобы люди нас понимали, то, на каком языке мы говорим с ними. Чтобы общество разделяло наше понимание ситуации, наши подходы к правам человека. Вы оптимистичны? Ну, в принципе, заниматься правозащитой и не быть оптимистом – это плохо. Это плохо сказывается на личности. Поэтому, если люди не оптимисты, лучше не заниматься защитой прав человека. Мы постоянно сталкиваемся с проблемами самыми разными и достаточно ужасными иногда. И если это продолжается долгое время, то, конечно же, нужно, во-первых, понимать, как выходить из этой ситуации, во-вторых, понимать, что то, что ты делаешь, оно все-таки имеет какой-то результат положительный. Если ты не видишь этого результата, то очень тяжело продолжать свою миссию. Я не скажу, что работу. Наверное, это миссия все-таки на высоком уровне. Насколько для вас важна в данное время международная солидарность? То есть солидарность на международном уровне? Для белорусского общества, для белорусских правозащитников это очень важный вопрос. Потому что мы практически находимся в постоянном противостоянии с белорусскими властями, которые авторитарные, которых интересуют только деньги и власть. И в этой ситуации одни бы мы много не сделали. Или же наша работа была значительно менее эффективна, чем это происходит сейчас, и только благодаря помощи и поддержке наших коллег из других стран международного сообщества нам удается достаточно эффективно работать в сложных условиях. Но мы тут не исключение. Это касается также других правозащитников в похожих режимах. И что касается лично меня, я три года сидел в тюрьме за правозащитную деятельность с 2011 по 2014 год. И за это время я получил небывалый уровень поддержки, международной поддержки, международной солидарности. Ну, за эти годы я скажу, что я получил почти 40 тысяч писем за три года. И иногда мне одному приносили писем больше, чем всем другим заключенным в колонии. Обычно это происходило на Новый год или на день рождения. Мне, например, 500 приносят, и им 500, всем 2 тысяч. Это была, конечно, очень сильная такая поддержка. Я ощущал себя там как в такой определенной моральной броне. Меня очень тяжело было достать, хотя было много провокаций. Меня пробовали там каким-то образом провоцировать, ограничивать в тех небольших правах, которые и так имеют заключенные в белорусских тюрьмах. Но, тем не менее, получая эти письма, я был просто на высоте. И это было очень важно. Они приходили со всех уголков страны, мира. Это были не только белорусские письма. Они приходили там из Тайвани, из Японии, из всех европейских стран. Тысячи подписей собирала я вместе International в мою поддержку в Украине, в Польше, в Германии. И все это отправлялось в правительство также. В конце концов, результатом было то, что меня раньше времени выпустили. У меня срок был 4,5 года. Но через 3 года власти вынуждены были выпустить меня. Это есть конкретный результат вот такой международной солидарности. Но, естественно, было политическое давление также. Не только подписи решили тут дело. Это были заявления европейских стран США, которые выступали в мою защиту как политического узника. Поэтому я считаю, что, конечно же, солидарность направлена на политических узников, на правозащитников, которые страдают за свою работу. Она очень важна. И мы должны заниматься этим. И она дает конкретный результат в таких странах, как Беларусь, Азербайджан. Но в России поменьше, потому что Россия большая или китайская, скажем. Такие страны супер большие, они могут себе разрешить пренебрегать правами человека. Но страны поменьше, они все-таки вынуждены реагировать. И благодаря этому и белорусская правозащитная работа, сообщество и я продолжаем свою работу. Потому что, естественно, что вот эта тактика власти задавить правозащитников направлена на то, чтобы посеять страх в среде правозащитников, в гражданском обществе. И если это не получается, то получается наоборот. И в наших странах солидарность такая, я считаю, вообще имеет ключевое значение для дальнейшей работы, для перспектив работы правозащитников в тоталитарных странах. Такую историю, которая меня трогает, их две, на самом деле связанные с другими полизаключенными. Когда я сидел в тюрьме, мне присылали открытки, которые по ошибке Amnesty International голландское отделение выслало. Они были направлены, такой Насрин Сатут Дэх, это известная иранская юристка, которая сидела в тюрьме тоже за то, что она защищала приговоренных к смертной казни несовершеннолетних в Иране. И другие такие, они были известные процессы. И мы как бы сидели в одно время, и Amnesty проводила компанию в ее поддержку. И почему-то сейчас писем было направлено в Беларусь, но они были направлены в общем конверте на мое имя, но там были письма. И когда эти письма попали мне, то я, конечно, ощутил очень сильную близость между политзаключенной, которая сидела в Иране в одиночке, и я, которая сидела в белорусской колонии. Хотя между нами было тысячу километров, но мы были в похожей ситуации. Ну и я тоже вспоминаю все время своего приятеля, друга и коллегу по Международной Федерации прав человека, по ФИЧ, Набила Раджаба, он правозащитник из Бахрейна, который сейчас сидит в тюрьме. И в 2012 году он тоже сидел какое-то там время, год примерно, но ему можно было позвонить, в отличие от нас, но за границей. Вот он звонил сюда в Париж, в штаб-квартиру ФИЧ, и говорил, передайте Олесю привет, я ему там передаю привет. Но сейчас его посадили очередной раз, опять же, за правозащитную деятельность там в Бахрейне. Ну и теперь мне только остается передавать ему приветы уже каким-то таким образом, потому что мы вот те люди, которые попадают, те правозащитники, которые попадают в заключение или переживают другие проблемы, связанные своей работой, ну, наверное, мы все очень хорошо ощущаем один одного, у нас есть чувство локтя, потому что мы находимся вот в таких ситуациях. Как для вас это чувствуется? Потому что, возможно, некоторые люди в Беларуси не совсем чувствуют и понимают то, что вы пережили, то есть ваши чувства, эмоции, ну, те трудности, из которых вы прожили и пережили. То есть как вы к этому относитесь, что вы чувствуете? Спокойно. Я живу в Минске, где мы ощущаем большую поддержку в нашей работе правозащитной. Вот, может быть, в отличие от небольших там деревень или же поселков, где люди мало интересуются там, такими, казалось бы, большими проблемами, как права человека, интересует просто как бы выжить, потому что ситуация экономическая, тяжелая, непростая. Но в Минске мы ощущаем все время поддержку, у нас нету такого противостояния, у нас не нападают на правозащитников, как в России, или же не организовывают там женщин, как в Кыргызстане, против иногда на судебных процессах. У нас этого нет. Мы ощущаем эту поддержку, моральную, скажем. Ну, и, в принципе, понятно, что в обществе есть разное мнение, и наше общество по многим вопросам, которые касаются прав человека, оно разделено. Есть часть, особенно, людей старшего поколения, которые были воспитаны и жили еще при Сталине. Они вообще не понимают, что такое правый человек. Они понимают, что такое сильная рука, что такое авторитарная власть, порядок. Вот, они как бы, вот, это их мир. И все, что приходит в что-то другое, они воспринимают как враждебное, то, что разрушает их миросозерцание, и как они воспринимают этот мир. И это нужно понимать. И также очень большое влияние российских средств массовой информации, которые проводят сейчас такую политику презрения к правам человека, и презрения к общепринятым нормам, к международному праву. Это также оказывает влияние на белорусское общество, потому что оно смотрит российские каналы. Но, тем не менее, если ничего не делать, ну, тогда будет еще хуже. Поэтому в этой ситуации мы все равно продолжаем свою работу. И плюс Беларусь все-таки является соседом стран, которые входят в Европейский Союз. Это влияние Европейского Союза, дыхание, скажем так, теплое дыхание, как от печки, мы все время тоже ощущаем, потому что многое из белорусской молодежи ездит за границу. Бывают в Польше, в Литве, в Германии, просто там десятки, сотни тысяч. И, естественно, то, что они видят в Европейском Союзе, это защищенность, в первую очередь, защищенность своих прав, это на уровень выше, чем в Беларуси. Поэтому у нас вот такая, как бы, наша работа небезнадежная. Мы видим, что время идет, и наше общество меняется, мне кажется, к лучшему, оно становится более гуманным, более цивилизованным. И такие вопросы, как смертная казнь, которая у нас еще существует, вопросы защиты личных прав, вопросы каких-то общественно-политических прав, которые отражены в декларации, они становятся все более актуальными, все более цепляют обыкновенных людей. Мы ощущаем опасность со стороны спецслужб, которые все время преследуют общественные организации, особенно правозащитные организации. Ну, что идет постоянное давление, постоянная сборка компрометирующих материалов, желание подставить людей под административную или уголовную ответственность. И ясно, что руками спецслужб государство пробует ограничить нас, или же надавить как-то на нас. И это, наверное, самая такая серьезная угроза в нашей деятельности. — То, что вы бы пожелали бы другим правозащитникам. И вторая часть вопроса — то, что бы вы хотели получить от других правозащитников. — Ну, я пожелаю своим коллегам не пускать руки в любой ситуации, искать возможности для дальнейшей работы. Все время сейчас мир меняется, появляются новые технологии, информационные технологии. Мы должны быть в курсе этих дел, и мы должны это эффективно использовать на свою пользу. И очень важно поддерживать и не одного. Вопросы солидарности для нас. Это, наверное, повторюсь, тут один из самых главных вопросов. Для белорусского правозащитного движения, опять же, важна солидарность, и важна моральная поддержка в тех начинаниях и в тех действиях, в той борьбе, которую мы ведем. — Угу. — Угу. — Угу.